Первое главное правило, как всегда, выглядеть потрясающе, когда вы надеваете рубашку со свитером, это правильно сочетать их вместе. Если мы говорим о свитерах, то существует два основных вида. Большие, объемные, повседневные свитера и легкие свитера тонкой вязки, которые в основном для того, чтобы надеть что-то еще поверх него. Легкий свитер тонкой вязки отлично подойдет, если надеть его поверх рубашки с воротником. Мы немного забежали вперед. Давайте сначала поговорим о различных видах свитеров. Первый – свитер с круглым вырезом. Его можно сочетать с любой рубашкой. Далее свитер с V-образным вырезом. Такой свитер можно носить с футболкой, но я думаю, что лучше всего он будет смотреться с рубашкой с воротником. В таком сочетании воротник будет выделяться, когда поверх надевается свитер, а еще лучше такой образ будет смотреться с галстуком. Далее водолазка. Она, как правило, должна быть с горлом. Я думаю, это очевидно, но все равно скажу. Никогда не надевайте рубашку с воротником вместе с водолазкой. Далее кардиган. Я рекомендую вам носить его с рубашкой с воротником на пуговицах. Но и без такой рубашки ваш образ все равно будет великолепным. Далее джемпер на молнии. По сути, это тот же свитер, только с замком на шее. Он может быть как на молнии, так и на пуговицах. По моему мнению, джемпер на молнии больше для повседневной носки, особенно в сочетании с рубашкой с воротником и галстуком. Но также его можно носить и с футболкой. Что касается джемпера на пуговицах, то тут нужно подбирать под конкретный образ. Если это более повседневный вариант, то можно носить его с футболкой или рубашкой Хенли. Джемпер тонковязкий с маленькими пуговицами тоже можно носить с рубашкой. Далее свитер с шалевым воротником. Господа, я люблю, чтобы воротник выделялся, поэтому с таким свитером лучше надеть рубашку без воротника. С воротником выглядит как-то не особо красиво. Мне больше нравится, когда шалевый воротник притягивает на себя все внимание. И последнее, что нужно упомянуть, это жакет. Его лучше носить с рубашкой с воротником. И мы начали это видео с того, что я рассказал, какие бывают виды свитеров. Но что насчет рубашек? Первое, о чем нужно упомянуть, это обычная нательная рубашка. Ее следует надевать, если вы не планируете снимать свитеры, для того, чтобы защитить свитер от пота. Если нательную рубашку будет видно в вашем образе, то лучше заменить ее на футболку. Разница между ними в том, что футболка обычно сделана из более плотного материала. Футболка будет лучше смотреться, так как у нее красивый ворот. Недавно я говорил о рубашке Хенли. Это классическая рубашка, у которой на воротнике расположены пуговицы. Я думаю, что такая рубашка выглядит получше и более стильнее, чем обычные футболки, особенно если вы не носите рубашки Хенли с длинными рукавами. Эти вещи отлично подойдут, чтобы надеть их под что-то, особенно если ваш образ состоит из свитера с шалевым воротником. Далее Пола. Пола не особо подойдет, чтобы надеть его под свитер, из-за того, что у Пола маленький воротник. Далее поговорим о классической деловой рубашке и о повседневной рубашке с пуговицами и без. На самом деле это разные рубашки. Они выглядят практически одинаково и выполняют практически одну и ту же функцию. Деловая рубашка предназначена для ношения под пиджаком. Если вспомнить, как было раньше, то рубашки всегда были белыми, но за последние сотню лет многое изменилось. Теперь деловая рубашка может быть любого цвета. Со временем они становятся все более и более модными. Сейчас можно найти рубашки без пуговиц, из любой ткани, с любым рисунком. И те, и другие рубашки можно надеть со свитером. При этом разница будет заметна. Итак, джентльмены, если вы уже попробовали сочетание свитера вместе с рубашкой, и сейчас смотритесь в зеркало и говорите «Черт возьми, я выгляжу отлично!», то сделайте одолжение и нажмите кнопку «Нравится». Возможно, сейчас вы зададитесь вопросом «Зачем?». Зачем вообще нужно сочетать рубашку со свитером? Почему нельзя просто надеть свитер? Первая причина, о которой я говорил ранее, это защита. Вы же не хотите стирать свитер после каждой носки. Надевая под него рубашку, вы защищаете свитер от пота, масла и грязи, которые естественным образом появляются на вашем теле в течение дня. Тем самым мы можем надеть свитер несколько раз, прежде чем постирать его. Теперь давайте поговорим о раздражении кожи. Сколько раз вы слышали или носили свитер, который не особо комфортно носить? Если свитер колется и из-за этого у вас все чешется, то значит толщина шерсти свитера составляет 37-40 микрометров. Человек чувствителен ко всему, толщина чего превышает 25 микрометров. Из-за этого можно сделать вывод, что надев толстый шерстяной свитер, ваше тело будет чесаться. А что насчет мериносовой шерсти? Или кашемира? Их толщина в среднем от 16 до 20 микрометров. Поэтому свитеры из такого материала ощущаются очень мягко и приятно. На самом деле большинство шерсти, если она не подвергалась обработке, это грубая шерсть и ее состригают с овец, которые живут в суровых погодных условиях, поэтому шерсть служит им защитой. Мериносовую шерсть получают от поруда овец, которая происходит из Северной Африки. Климат там, как мы знаем, не такой суровый. Поэтому им не нужна никакая защита. Из-за этого волокна тоньше. Такая шерсть очень востребована. И из нее в основном делают шарфы и перчатки. Любой небольшой аксессуар, который вы не будете надевать на тело, чтобы избежать раздражения кожи. На протяжении сотен лет мужчины надевали что-то под шерстяные изделия, чтобы избежать раздражения кожи. Следующее правило, которого нужно придерживаться, чтобы сочетать вместе рубашку и свитер, это добиться правильной посадки. Когда вы сочетаете две вещи вместе, очень важно, чтобы они хорошо друг с другом взаимодействовали. Вы можете задаться вопросом, что же важнее, посадка рубашки или посадка свитера? Ответ? Посадка свитера, потому что для рубашки есть несколько лайфхаков. Если рубашка вам велика, делайте следующее. Наденьте ее и заправьте, насколько это возможно. А поверх этой рубашки наденьте свитер. Обязательно попробуйте. Свитер поможет исправить ситуацию, и ваша рубашка и ваш образ будет отлично смотреться до тех пор, пока вы не снимете свитер. Нужно, чтобы рубашка всегда сидела на вас. Поэтому, если у вас уже есть рубашка, или вы уже собираетесь ее купить, первое, на что нужно обратить внимание, то, как она сидит в плечах. Потом, как она сидит в области груди. Обратите внимание на длину рукава. Рубашку можно отнести в ателье. Там это все могут подшить. И даже футболку. Но я вам просто рекомендую покупать футболки своего размера. Но мы говорили про рубашки, поэтому запомните мои советы. Это поможет вам. Теперь перейдем к свитерам. Тут с посадкой немного полегче, потому что у свитера более эластичный материал. При этом я рекомендую вам выбирать свитер своего размера. Он не должен быть слишком большим и объемным. Свитер также можно отдать в ателье. Внутри него можно сделать выточки по бокам, чтобы убрать лишний объем. Нужно стараться покупать подходящую по размеру одежду. Теперь я хочу затронуть тему длины рукавов рубашки и свитера. Если вы хотите, чтобы был виден рукав рубашки, то идеально будет, чтобы рукав был виден на полтора сантиметра. Если длиннее, то рубашка будет казаться слишком большой, а свитер слишком коротким. Либо можно вообще не показывать рукава. Я уже говорил об этом ранее. Некоторым это нравится, некоторым нет. Не будем акцентировать на этом внимание. Мы обсуждали уже это, но я напомню еще раз про воротник. У Пола достаточно короткий воротник, поэтому я не рекомендую вам Пола. Каждая рубашка, которая у вас есть, должна быть со стойким воротником. Поэтому обратите внимание на переднюю часть с планкой. Обратите внимание на воротник. Убедитесь, что у воротника есть косточки. Косточки – это, по сути, на чем держится воротник. Вам нужен воротник, у которого твердые косточки, чтобы он сохранял четкую стойкую форму. Теперь поговорим про то, как все это сочетать, и вспомним принцип КИС. Дело и проще, глупенький. В общем, у нас есть три предмета гардероба, которые мы хотим сочетать вместе. У нас есть свитер, рубашка и, возможно, галстук. Что касается свитера, то мне очень нравятся универсальные свитера. Мне нравятся идеи взаимозаменяемого гардероба. Поэтому большинство моих свитеров в гардеробе однотонные. В основном я подбираю вещи, похожие по цвету на обычные пиджаки-спорт, пиджаки-блейзеры, которые есть в моем гардеробе. Все потому, что я знаю, как это все сочетать с рубашками. И я знаю, что они будут сочетаться с большинством моих брюк. Вы можете купить свитер яркого цвета, с каким-нибудь рисунком, который будет выделять вас из толпы. Но поймите, главное, его будет сложнее сочетать и комбинировать с другими вещами. Однотонный свитер позволит вам поэкспериментировать с рубашками. Но можно сделать и наоборот. Вы можете надеть однотонную рубашку, но при этом какой-нибудь интересный свитер. Если вы не хотите экспериментов, как и я, то можно не пытаться и одеться по классике. В основном я пытаюсь экспериментировать с рубашками, потому что они дешевле. Свитера иногда стоят в два-три раза дороже, чем рубашка. Поэтому я стараюсь искать различные рубашки разных цветов и с разными рисунками. Да и если надевать рубашку под что-то, то ее не сильно видно. Поэтому я думаю, рубашка с рисунком просто бросается в глаза и привлекает внимание окружающих. Итак, мы определились. Однотонные простые свитера и более стильные рубашки. А что же с галстуком? Вот тут можно поэкспериментировать с цветами и узорами. Можно выбрать абсолютно любой галстук с любым узором, начиная от пейсли, в горшочек, или небольшие маленькие узоры. Просто привнести немного изюминки. Галстук будет привлекать внимание. Из-за него люди будут сфокусированы на вас. А можно ли сделать наоборот? Можно ли надеть однотонный галстук-рубашку с маленьким рисунком и ярким свитером? Конечно, можно, но это достаточно рискованно, и вероятнее всего вы потратите больше денег на образ, который не будет таким универсальным. Но думаю, этот образ можно надевать нечасто, так как люди вас запомнят. Давайте проведем небольшой опрос. Первый. Нужно ли заправлять рубашку? Нужно ли заправлять свитер? Я считаю, что если вы надеваете рубашку со свитером, то ее всегда нужно заправлять. Я заправляю даже футболку. Я знаю, что некоторым нравится, когда рубашка немного торчит внизу. Мне такое не нравится. Касаемо заправки свитеров, то ответ – нет. Я даже не могу представить ситуацию, когда нужно заправить свитер. Нижняя часть свитера должна находиться где-то на уровне ремня. Лучше немного подогнуть его. Давайте не будем заправлять свитер. Если кто-то против, напишите в комментариях, мне интересно, почему. Можно ли надеть несколько свитеров или несколько рубашек? Реально ли это сделать? Это реально и так можно, но я бы вам не советовал так делать, если только несколько рубашек. Нательная рубашка под низ и обычная с воротником наверх. Нательную рубашку можно надевать под деловую рубашку, но я думаю, они больше для более дорогих вещей, которые вы не хотите стирать после каждой носки. Я стираю свои нательные рубашки после каждой носки, но другую одежду я в основном стираю после нескольких носок. Здесь нужно быть осторожным. Я видел людей, на которых отлично смотрелись свитеры с водолазкой, они были разного цвета, из разного материала. Но это довольно сложно, лучше надеть один свитер. Если надеть свитер поверх рубашки, будет ли это более повседневный образ? Речь тут идет конкретно про рубашку. Ответ. Да, но это не имеет особого значения, потому что, если мы говорим о функциональности, то такое сочетание подойдет, чтобы не замерзнуть. В основном мы так одеваемся, когда на улице холодно. Но речь идет больше про деловую рубашку и повседневный свитер. У меня есть история. У меня есть друг, который надел вот такой свитер. На нем изображен рестлер Рэнди Сэвэдж. Такой свитер явно не подойдет для деловой встречи. И я не думаю, что такой свитер будет хорошо сочетаться с рубашкой. Если надеть спортивный пиджак, а поднись рубашку, будет смотреться не очень хорошо. Надо отметить, что на моем друге Мэтти был потрясающий свитер, и ему делали комплименты весь вечер. Если говорить серьезно, свитер кажется более повседневной вещью, чем спортивный пиджак. Вот этот вот пиджак не будет выглядеть так же, как и спортивный пиджак такого же цвета. В любом случае, надо пробовать разные сочетания. Это неплохо. Нужно экспериментировать. Возможно, у вас получится привнести что-то новое, что вы никогда не встречали. А как насчет сочетания свитера с пиджаком? Я думаю, это отличная комбинация. Главное убедиться, что спортивный пиджак сидит на вас идеально, потому что если вы наденете свитер, даже не сможете застегнуть пуговицы. А когда застегнете, будете выглядеть полным. Вы должны быть уверены в своей одежде и в своем образе. Это то, за что я люблю легкие свитера и облегающую одежду, потому что такую одежду легко надеть под что-то и при этом выглядеть стильно. Если у вас есть запас места в пиджаке, и вы наденете свитер, то ваш образ будет выглядеть великолепно. С костюмом будет то же самое, да, но в то же время вариант со свитером сделает этот образ более повседневным. Я думаю, что это хороший вариант, если еще добавить контрастный цвет. Это может придать ему выразительности. Но мне очень нравится, когда свитер выполняет роль жилетки, тем самым создает обтекаемый силуэт. Можно подобрать свитер темного цвета или под цвет костюма. Он не будет выглядеть так же, потому что сделан из другого материала. Мне нравится, когда все синее. А что делать со штанами? Что надеть под такой образ? Ну, здесь главное, господа, подумать, что бы вы надели с такой рубашкой. Какие штаны? Джинсы? Возможно, это слишком повседневный вариант. Может быть, вы собираетесь надеть брюки с лаксой или чиносой? Возможно, у вас есть брюки с комвольной шерсти? Без разницы, все, что вы носите, с классической рубашкой. То же самое можно надеть и со свитером. Малискин, вельвет. Это материал штанов, на который почти никто не обращает внимания. Или серая фланель. Они так хорошо смотрятся в сочетании со свитером. У них совсем другая текстура. Но если надеть их со свитером, это будет классный образ. Что насчет обуви? Что ж, господа, именно об этом и пойдет речь в этом видео. Как выглядеть великолепно в паре Челси. Да, они будут хорошо смотреться со свитером. И в этом видео я научу вас, как правильно носить Челси, как настоящий мужчина. В этом видео вы узнали многое про свитера, а в следующем я расскажу вам про ботинки. Всем рекомендую.